Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очень много материала, давайте так, по-быстрому. Сказано в нашей недельной главе, бедному человеку возвратить, если ты взял залог, возврати его до захода солнца, чтобы он лег спать в одежде своей, благословит он тебя и защитит тебя и так далее. И рядом написано, в тот же день отдай им плату работнику, чтобы не зашло солнце внимательно, ибо он беден, жаждет его душа, и чтобы не возопил он к небу и не было на тебе греха. Что нам здесь рассказывают? Нам открытым текстом рассказывают несколько вещей. Первое, что время вечера это идеальное время для подведения итогов дня. Для чего? Очень четко написано, потому что до конца дня ты не подвел итоги свои, не судил себя, не рассудил какой день, не сделал выводы, то наверху будут какие-то вещи. Написано, когда есть суд на земле, нет суда на небе. Этим надо воспользоваться, и здесь рассказывается это в недельной нашей главе. Кстати, написано там, помни, что рабами вы были в земле египетской опять, и посему я тебе, почему написано тебе, не написано кому-то, да? Иначе бы это была древняя рукопись, а Тора потому и живая, что она говорит о тебе, о нас, обращаясь к каждой части человеческой души. Мы каждый раз возвращаемся на эту землю, и все время нам пытаются что-то объяснить. Вообще все мало знают, что реинкарнация, круговорот душ, это одна из основ нашей веры в Бога. Вера в оживление мертвых входит в 13 принципов веры, сформулированной Рамбамом. Вообще в идаизме не реинкарнация, больше говорят гильгулим. Это, в принципе, круговорот душ. Все взвешивается на небе, все просчитывается. И вообще говорится, что души, желающие исправить себя, создают огромную очередь, которые хотят вернуться сюда. Они хотят очистить себя. Давайте расскажу одну интересную вещь. Написано, что наш праотец Авраам познал Бога в три года. То есть с трех лет он уже самый великий человек. Но когда он попал на небо, вот эти три года, казалось бы, для любого человека это... А для него это было все равно недостаток. Написано, что он очень хотел вернуться на землю. И он вернулся. Был такой, кто знает историю, графа Потоцкого, знаменитый герр, который перешел в иудаизм. Он в течение трех лет был евреем. И потом его сожгли на костре. И написано, что эта душа Авраама вернулась. И вот эти три года она забрала из себе, из жизни, чтобы как бы очиститься уже окончательно. Но это высокий уровень. Сейчас очень много доказательств этих научных вопросов тоже. Кто когда-нибудь читал, например, книгу Раймонда Моуди, «Жизнь после жизни» или «Жизнь после смерти», это тысячи пациентов, которые он обследовал. И вывод один. Душа продолжает жить. Да и Гунас, кстати, в главе Мишпатим Каббала говорит, что все это рассказывается о реинкарнации. Хотя эта глава полна хозяйственных вопросов. Мудрецы объясняют, что именно за проблемы, нерешенные с кем-то, наша душа возвращается сюда. Кстати, написано, иногда возвращаются души, не дай бог, конечно, и в камни, и в животные, и в растения, и так далее. Это круговорот душ в природе. Каббала говорит, что, кстати, новых душ сейчас на земле нет. Они слишком чистые, слишком великие. Сейчас уже те, кто много раз побывал. Великий Аризаль мог, посмотрев на человека, сразу сказать все его предыдущие воплощения. Сейчас таких людей, в общем, почти нет. Есть какие-то единицы, хотя видение у них не особенно такое. Вообще, истинная причина той или иной судьбы человека часто скрыта именно в корнями в прошлых жизнях. Это судьба, это производная реинкарнации. И все испытания, которые человек получает в жизни, связаны, написано, безусловно, связаны с прошлыми жизнями. Все, что человек испортил или не доработал, хочет он или не хочет, придется исправить. Придется прийти в этот мир и работать. Может быть, правда, есть люди, которые сами рождаются по собственным желаниям. Может, но таких я не знаю. И вот новый круговорот. И мы с вами сейчас живем на земле. И нас сюда для чего-то прислали, значит, что-то исправлять. Кому одному качество характера, другому какой-то долг отработать. И поэтому нам надо работать. Работать особенно в Илуле, в этом месяце желаний. Что значит месяц желаний? Желание Творца простить нас. Он хочет, чтобы мы очистились. Надо находиться в этот месяц Творцом, ведь он вышел в поле, он рядом с нами, а мы. Посмотрите собственный. Человек должен посмотреть собственный график. Он скажет больше, чем любые расчеты. Где больше всего времени? Посмотрите, один день. Где вы проводите больше времени? В компьютере, в телефоне, в разговорах с кем-то, в читании книг, в телевизоре. Где? Вот там и находится ваша душа. Сколько времени тратится на семью, сколько на работу, сколько на жену или детей, или на мужа, на их детей. Сразу увидите, где вы находитесь. То же самое с мыслями. Попробуйте один день проконтролировать, сколько времени вы думаете о духовных вещах, и сколько времени все остальные. Сразу станет ясна, горькая правда. Она звучит так. Мы тратим жизнь на пустоту. На пустые разговоры, на пустые дела, на пустые хлопоты. Вместо того, чтобы заняться тем, для чего нас сюда послали в этот мир. Что мы спустились через много миров. Белка в колесе, это получается как раз человеческая душа, которая без конца спускается в этот мир. И сто раз ничего не делает. Кстати, для исправления заповеди, то и даны нам для исправления в большом количестве, которые привозятся в нашей недельной главе. Заповеди в Торы, это и каждая вообще заповедь, это духовная ступенька, ступень очищения души. И так год заканчивается. Осталось совсем немного времени перед великим экзаменом. Давайте не терять это время. Давайте строить хотя бы планы, если мы не успеваем что-то делать. Брахава от слаха.